Все готово. Вбрасывание и вбрасывание остается за вкисами Бостона. Ни пуха, ни пера, Станислав. Поехали, да, Сергей. Выступает о нем, мы с тобой говорили, до трансляции. А Бостон здесь обрушивает град бросков на ворота Андерсона. Еще один момент опаснейший, где шайба шайба застревает между щитков и Фредерика Андерсона. Классное начало от Бостон-Брюнс. Юнсен развернулся и на сеней линии хорошую передачу выдал Морган Райли. Неудобно ему здесь бросать. Уезжает он. Перевод бросок опаснейший. Но и вот первый момент уже у ворот Тукераска здесь фикисты Торонто создают. Маршин Талела. Йоханссон Куман, прошу прощения, это был. И не получилось у Бостона сейчас совершить опасную атаку. Второй заход на чужие ворота. Йоханссон бросает в дальний угол. И Андерссон довольно опасный бросок сейчас отбивает. Здесь сближается Тревор Мур из Лайнсмана. Не без помощи Тори Крюга. Маден с новой шайбой. Передачу дает нам Марнера, который провел, ну, плохой шестой матч. И ждут от него больше. Бросок Марнера сам же добивает. Только раз к два раза выручает свою команду. Ну, и здесь большой привет Дэвиду Крэйчу и другим защитникам Бостона Брюэнс. Бросили сейчас действительно Митча Марнера. Правильно, как абсолютно сказал. Он и сам был очень сильно недоволен тем, как он сыграл в шестом матче. Сказал, нам нужно создавать больше пространства. Разгадут друг друга, имея в виду первую тройку нападения. Ну, и вот сейчас сам себе создал пространство. Проще, наверное, Торонто не удаляться, мне кажется. Да, 44 практически процента реализации у Бостона в этой серии. Опасный момент сейчас у ворот только раз к возникает, но не удается там шайбу добить. Ошибка. И бросок к Урале заблокировал. Остается шайба в зоне. Ой, Кжельчик как классно сыграл. Бросок и гол! О, 1-0! Йоаким Норстрем открывает счет в этом матче. И Бостон Брюинс выходит вперед. И ты знаешь, ну, просто задавила четвертая тройка сейчас тройку Мэтьюса. Цитирую классика. Нашел щелочку Йоаким. Нашел. Да, нашел, действительно. Ну и там все началось, кстати, на что я обратил внимание. Не выбросы шайбы. Не выбросы шайбы, да. Ну, 2000 какой получается? Четвертый. Но их просто несколько. А, 24-й, 35-й. Был еще в десятом. Нет, наверное, 10-й. В 94-м еще был. Ой, какой бросок! Вот это да! Юхансон! Сумасшедший бросок в дальнюю девятку. Давай смотреть повтор, как же все получилось. Сразу у нас тут начинается все очень весело. Маковой ошибается. Хайман бросает. И Раск спасает свою команду. Вот такое начало второго периода. Борьба в углу площадки. Хайман шайбу выцарапал. Перевод на синюю линию. Бросок по подставлению Марнера. И снова только Раск спасает свою команду. Он как раз-таки покинул Международную космическую станцию. И на Союзе уже возвращался обратно. И когда приземлился, как раз-таки матч закончился. Он первым делом позвонил своей жене. Сейчас посмотрим за моментом. И Товарес сокращает разрыв счетов. Слушай, ну, наверное, буду рассказывать эту историю весь матч, чтобы команду забивали. Ты можешь это сделать. Это как к тебе обращение было. Да. Джон Товарес забрасывает шайбу. Еще раз давай посмотрим. Базин этим воспользовался. Снова прессинг от Бостона. Закрывается, по-моему, синяя линия с Данна Харрой. Да, Хайман. Передача на Маршинда. Хайман. Бросок. Добивание Маршинда. Пустые ворота. И Ведерик Андерсон. Что творит этот сказочник в очередной раз? Да, прекрасное спасение уже в исполнении Андерсона. Но Тукараск себя проявил в этом периоде. Не проявлял еще Андерсон. Но и вот сейчас, конечно, невероятно хайлайтовый сейп. Ходит шайба за ворота. Ну и здесь не удается. Не удается хоккеистам Бостону выбросить шайбу. Бросок Мэтьюса. Еще одна передача. Опаснейший перехват в средней зоне. И что здесь? Нет, не доходит шайба. И от вам один выход может получиться. Энис. Энис бросает в дальний угол. И Тукараск снова спасает свою команду. Еще бросок. И уже распластался на льду Тукараск. И очередную грузу отвел. Еще одна атака. Вот Аронта. Хорошая передача от Марна. На Мэтьюс. На Тавараса. Еще бросок. Отбивает снова раз к шайбу. Два суперсейла. Играли. Такие 104 звеньев обоих команд. Побегали, побегали. Ничего опасного не создали. Но тем не менее. Энис. Вот сейчас шайбы. Можно попробовать бросить, что он и делает. Но это не слишком опасно. Ну, по крайней мере, время убили. Здорово тут Карло накрутил. На буквально одном метре. И за ворот довольно интересно атаковал. Тревор Эйкс. Да, вот сейчас еще шайбу Ачари подхватывает. Передача на Курале. Курале один в один сейчас будет бросать. И гол 3-1. Бостон Брюинс. Ну, делает. Я знаю, как ты, Станислав, не хотел видеть Шона Курале в серии против Торонто. И вот он появился. Да, вот он появился и, возможно, делает самое важное действие в этой серии. И забрасывает шайбу, которая, конечно, может стать решающей в этом матче. Так что так же с Хайманом опаснейший момент. Здесь ты немножко, похоже, опережаешься сейчас. Хороший момент вот этот, да, супер момент. И просто не попал Зак Хайман по шаге. Ну, попал, но не попал должным образом, да. И очень здорово сейчас болеет Титигарко. Ну, вот какая передача на Томарса. Бросок из-под защитника. И Тукар Раск шайбу отбивает. Ралли, перевод на правый круг сбрасывания. Там Мэтьюс, Ралли. Снова Мэтьюс и подбросок. И есть щелчок. Раск отбивает. И не цепляется сейчас. Да, уже играют. Получится, да. Да, получится. Зацепиться не получится. И не будут стараться. Прям Хайман. Хорошая передача на Маршинда. Бросок. Андерсон бивает. Добивание Хаймана. Нет, передача на Маршинда. Бросок в дальний угол. Но Фредерик Андерсон. Такое ощущение, знаешь, он вернулся из будущего. И уже знал, куда бросит Маршинда. В моменте оказался человек, который смотрел на судью. Маршинд бросает в дальний угол. И Андерсон оставляет свою команду в игре. Бэпка сейчас в сочетании. Каждый раз новое на площадке появляется. Теперь Марнер, Хайман и Товарес. Наброс на ворота. Товарес против Харрес. Шайба на пятаке отбрасывается. Бостон. И на самом деле было это опасно. И даже проброса не будет. Проплачено за полностью три периода. Крэйчи на пустые ворота. Хара. А это Чарли Койл. Ну, Чарли Койл заслуженно, на самом деле, забрасывать сегодня шайбу. Был он очень активен. Ну и... До свидания. Прошли следующий раунд. Ну и здесь пятая шайба залетает. Но это, собственно, уже не имеет никакого значения. Я просто там смотрел уже на драку. Победа Бостон Брюинс. Всех болельщиков Бостона поздравляю я с этой победой. Лично Сергея Глизарова. С победой и удачи Бостону в следующем раунде против Колумбос Бюджетницы. Удачи в следующем году болельщикам Торонто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вертвейший бросок вытаскивает из пустых ворот, казалось бы. Бум! Баба Рия, гол! Бросок и гол! Бросок и гол! Субтитры создавал DimaTorzok